И вы знаете, у меня есть родственник, который высказывается по любому поводу. Нередко он бывает прав. Так вот его, ну скажем так, мнение по этому поводу, что утильсбор это узаконенный механизм сбора денег у народа. Что вы считаете, как бы вы ответили моему родственнику и многим казахстанцам? И вообще, в принципе, почему такое реакционное отношение к этой теме? Тимур, вы правы, эта тема стала слишком политизированной. Я сегодня постараюсь предельно просто, открыто рассказать о тех вещах, которые обсуждаются в обществе. К сожалению, мы зачастую живем в плену мифов, но хуже, когда мы живем в плену фейков. Вот что такое утильсбор? Да, это экологический налог, косвенный, который решает в первую очередь, ну судя по названию, и в первую очередь это экологические проблемы. Но и немаловажно, это стимулирующая мера для развития собственных производств. Казахстан не является абсолютным каким-то лидером в этом вопросе, не является ни нашим ноу-хау. Наши соседи и по Евразийскому экономическому союзу, другие страны, и Центральной Азии в том числе, те или иные меры, барьерные, выставляют для защиты отечественных товаропроизводителей. Вот сейчас речь идет об автопроме. Есть у нас автопром или нет? На прошлой неделе, я думаю, исчерпывающие ответы на это дали, когда наши автопроизводители и сельхоз, машиностроители, когда сделали дни открытых дверей. Вот один из мифов, один из фейков, которые распространяют, так скажем, псевдоэксперты, которые разбираются абсолютно во всем. Ну, я не знаю, это их заблуждение, либо это делается специально в угоду кому-то, но тем не менее. Вот первый миф. У нас нет автопрома, мы прикручиваем колеса. Я думаю, не нужно много повторять. Были масса общественников, блогеры, которые проехали по заводам, и увиденные, как бы они, увиденные, мы остались удовлетворены, я так полагаю. Второй миф. Автопром получает из средств утильсбора субсидии. Что называется субсидиями? Вот привожу это на простом примере. Автомобиль, который у нас продается в автосалоне, если его привез автодилер, стоимостью он 9 миллионов тенге, он заплатил еще 1 миллион тенге утильсбор и продал его, реализовал за 10 миллионов тенге. Что делает наш отечественный товаропроизводитель? Отечественный производитель, именно, ну, в частности, возьмем автопром или сельхозмашиностроитель. Он привозит машинокомплект, который он собирает мелкоузловой или крупноузловой сборкой, покупает его за 9 миллионов тенге, платит 1 миллион тенге утильсбор. При продаже в автосалоне данного автомобиля, ему возвращается назад из ропа этот миллион тенге. То есть идет формальный просто переток денег. Платежку выставили, платежку получили. Но почему-то это преподносится как некая субсидия. Наш автопроизводитель освобожден от утилизационных платежей. Это делается в целях поддержки отечественных производителей? Естественно. Поэтому говорить о том, что мы что-то скрываем, или мы хотим позиционировать вот этот налог, как какой-то налог на каждого гражданина, мы это не можем говорить. Автомобиль отечественной сборки имеет нулевую ставку утилизбора. Когда мы покупаем, приобретаем автомобиль, произведенный в Казахстане, мы не платим утилизбор. Продолжение следует...